...не представляет собой те, о которых повеселуются, за само повеселование. Таким образом, напираясь на мифологию Канта, на радость, на рассказе, представляя действительно не такой, какой она есть, а такой, какой он ее видит. Итак, режиссер ставит роман «Идиот», согласно Бахтинам и пониманиям повеселениям Достоевского, скажет, что речь об экологии и гротесках, о которых оказывается в достоянии вечного динамического бытия, при котором любая завершенно расстанена на последнюю правду, на монолог, оказывается невозможной. В этом ключе события художественной просьбы Достоевского это события в окружении. В рамках такого романа, да, с ответа стороны автора не представляется возможным. Я дисциплирую Маковцева. Авторы опирают над палифонию и карнавализм ставят пьесу в стиле социального театра, в котором стираются границы между иллюзией и реальностью. В этом ключе драматург обращается к публике и приглашают ее прийти и играть в публику. В викторе, в котором трудно разобраться, что есть истина, а что ее изображение. Князь Мишиня своей правды. Он как бы и Христос, то есть добрый человек, но без опоры на Бога, так как Бога для авторов песни вовсе нет. Его нет, потому что нет того, кто в этом может убедить умирающего, семнадцатилетного мальчика-неполита. Но если нет Бога, нет и Христа, тогда его место занимает антихрист. Антихристовство Мишкина подчеркнуто его наполеонизмом. В сцене с генералом Димилкиным последний передает первому наполеоновскую шкапку, говорит, вот князь это для вас, и Мишкин сидит в двухголке с кисточкой, ни то шут, ни то наполеон. Какой-то злой, жирный образ, да? Конструкция спектакля строится на контрактуре. Двух из фразистов. Костинья Клода Лорена, Акиди Галатея, в начале пьесы, и картинья Ганса Гольфи-Замьёшбек в речет бюроку, в финальной части пьесы. Я сейчас покажу просто вот снимок. Ага, да. Видно? Нет. Не видно моего снимка? Нет. О, к сожалению. Что мне делать? Вам надо делать демонстрацию экрана? Нет, это я делаю. Только минуты. Ага. Сейчас, может быть, там. Нет? Пока нет ничего. Сейчас видно? Нет. Да? Нет. Нет. Это изображение Акида и Галатеи, А это уже в самом текстахе. Такая, скажем, пара, да? Акида и Анастасия и мышки. Вот. Значит, конструкция, если так же строится на этих двух, на контрабункте этих двух экстразицах, как известно, экстразиц Акида и Галатеи, имеет место в детстве. В грездах о золотом веке Николая Ставрогина. Как пишет Крифтьева, это изображение идиллии юного патиха Акида и Низви Галатеи, за которыми наблюдают раздневные, но на время усмеренных циклов. Вот, можно посмотреть эту картину. Это делал Рэн? Это он. Вот. Эта картина, значит, по которой вот эта фигура и строится в спектакле, да? И что значит? Это то, что эдипиальный нарциссический рай, нарциссический, нарцисс, нарциссический рай, золотой век находится вне времени, поскольку он отделен от желания уместничать цар и погружен в фантазию всевогущества цена, нежущееся в лоне на физической акказии. В пьете экстразицам Акида и Галатея представлена швейцарская гилия княза Мишкина и Марии. В период взрослесного пробуждения княза Крика Москва, после чего он ушел в место, в том, как Христос, который наш не въезжает в Иерусалим, едет в обезбоженный Санкт-Петербург. В пьете место действия представлено именно таким. Я сейчас просто покажу, как выглядит сценография. Место действия представлено именно таким местом без Бога. Посередине сцены огромный трехметровый крест Криозо. Это не настоящий, конечно, крест. Это какой-то богопульственный крест, составленный из игральных автоматов. Не крест, а согласно, скажем, толкованию апокалипсиса Лебедева, какая-то полынь-звезда, под мужем которой капошатся и бесчастно актеры действия. И среди них шествует князь, обаятельный юноша. Он вес белым. Все его любят и все ненавидят. Будь-то добрый, но никому не приносит добра. Он Христос, но он и антихрист. Как им видит его лебедев. И в тексте «Персик» это и озвучивает. То есть Лебедев прямо, мы знаем, что в романе ассоциации у Лебедева, в реплике Лебедева ассоциации на антихриста, но здесь это не озвучено. Он прямо ему говорит. Ты антихрист. Да? И, значит, он так ему и говорит. Но он, да. Любимые занятия вот этого Мишкина-антихриста по трактовке авторов, сматриваются в лица умирающих. Это лица приговоренного. Несколько секунд на исполнение казни. Лица Баденского мертвого лица. Лица, следающий на стене Мишкина-антихриста Филипповной. И вот в финальном эпизоде пьеси, я сейчас покажу финал. Хорошо. Вот, это финальная сцена. В финальном эпизоде пьеси Рогожий забивает Настасию Филипповну. Но не так, как в романе «За курицами действия», а прямо на сцене. Он ставит ее в грубкое тело на стуле в под умерзного христа Ганса Гольбейна и ритуально пронизивает сердце ножом. Все это делается при внимательном, может быть, даже хладнокровном наблюдении Мишкина. Он взглядывается в ее лицо и говорит явно о людях на текст романа, где сказано, что у нее темные глаза, глубокий таинственный мрак, неопределенный мрак, а он говорит, Мишкин говорит, у нее в груди всегда было какое-то черное солнце. Черное солнце, видимо, авторы имели в виду вот такой древний символ упоминания многих конкурсных игрок, в первую очередь, Триософии. Это, видимо, невидимое солнце в Кабале, известно, как источник черного цвета. Черный цвет означает внутреннее скринтое, то есть оккультное солнце, внутренний глаз, Божий глаз. Ну, так я понимаю, по крайней мере, что они с ними вето ведут. Если вот такая трактовка, то можно сказать, что авторы даже подошли к идее воскресенья, но ведь Мишкина, так как Рожис отвечает, Рожис отвечает Мишкину. «Черное, брат, он говорит, это черное у нее солнце, но ведь, да, черное, брат, мол, и во Христе, а какого цвета твое солнце, Мишкин, каким цветом ты озарил меня то утром в поезде?» То есть он сказал, «Видеть в нем антихриста» и убегает от него. Князь, то есть антихрист, пытается догнать его, однако он не успевает и проваливается в мрак эпилепистического, у него эпилепсия начинается, и вот с этим как бы все качается. Но есть еще и эпилог. Пьеса не заканчивая с этим, уже в качестве эпилога автор предоставил слово самому князю Мишкину, то есть актеру, вот этому мальчику, Луке Гридычу, который читает собственное стихотворение, написанное под влиянием под влиянием личного опыта встречи с князем Мишкиным. Стихотворение довольно длинное, но пришлют только его конец. Он говорит, «Свет – это я, это ты, это все мы, и все есть одно. Теперь чувствую, какой я красивый». Правда, что князь однажды сказал, «Простота в подъем в мире». Можем ставить вопрос, что это такое, может быть, Дима в красоте, с гармонией и единственной. Может быть, решил в конце отречься от бахтинской идеологической структуры, от этого принципиального генерального горосква и закончил пьесу таким аналогом. Или, может, есть еще вариант, что это опять-таки красот, так как актер читает стихи с экрана мобильного телефона, из которого свистится уже нефт, да, другой. Может быть, это даже искусственная интеллигенция. То есть, он разговаривает телефон, а тут уже свой, не один. А теперь надо, конечно, искать у публики, была ли ей предоставлена собеседливость романа, авторская траектория, ведущая к собитию всех собитий, к воскресенью и пусть даже до рамков и самого текста, трудно на это встретить. Какие-то пути, может быть, есть, но вряд ли того было. Ее просто заслонила дваактивная система, которая, кажется, режиссеру была важнее голоса автора. То есть, той основной идеи, которую сам Достоевский рекомендовал сохранить. будущим театральным постановщикам его романа. Помните, когда он писал, как надо ставить его в пирс, надо сохранить его идею. Вот это спасибо на внимание. Спасибо большое. Есть ли вопросы? Да, есть ли вопросы? Остапьян. Не забудь. можно наверно выйти из демонстрации экрана, чтобы вас не видеть. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо вам большое за великолепный доклад. Мы будем очень ждать статью, потому что это все очень интересно. конечная увезти на два. Да, картинки есть, как бы, можно, все опубликуем. Вот смотрите, вы показали, ведь, может быть, я что-то прослушала или не поняла, потому что картину, которую вы показали, по которой ставил режиссер, это ведь, кажется, это не та картина Клода Лорена, на которую Достоевский. Да, я помню эту картину, которую смотрела «За дороги», я не знаю, но я просто выбрала эту, которая похожа на то, что делал режиссер. Да, я думаю, что режиссер именно вот это было. Да, но я бы хотела заметить, что там, вот, на той картине, которую вы показали, там вице-клоп, он совершенно неусмиренный, он стоит как раз и сейчас он начнет вот эту скалу скидывать, которую он по мифу на них и опрокинул. То есть, там вообще-то как бы очень напряженный момент, они им-то там хорошо. Значит, что мы теперь у нас просто дискуссия о том, что мы, я хотела представить, то, что режиссер хотел показать, а мы можем, конечно, там потом дискуссию вести, как мы смотрим на картину, понимаете? Нет, просто если режиссер имел в виду именно эту картину, то как бы, ну, возможно, у него просто была в голове вот эта, как-то сказать, картина общая, не знаю. А, то есть, типа, миф вообще, да? Не конкретно? Он говорил, он слушал Критцеву, а Критцева именно пишет об этом. И она упоминает вот эту картину, я думаю, что под влиянием Юлии Критцевой, вот, сочинил такую, как бы, сказать, для себя. Я именно потому и цитировала Юлию Критцеву, что она говорит об этом как на пункте. Своей заседине она говорит об этом как на пункте, и он, мне кажется, и что я хотела сказать, что как-то критика теория для него была важнее, чем текст, ну да. И что именно вот эта полимония Бахт она как бы заслонять, как бы, и не позволяет так бы коммуникацию, даже, мне кажется, вот акционик где-то, потому что они больше как-то чувством своим, как раз вот этот молодой парень, который играет, мышки, но он как-то более, мне кажется, проник, чем сам режиссер. То есть, что они думают, может быть, вот так, знаете, они так вообще ведут себя, потому что они не думают много, а как-то чувствуют. Переживали, Да, переживали. Вообще, очень интересно, конечно, очень на все это хотелось бы посмотреть. Вот, а насчет черного солнца еще я хотела сказать, что там, конечно. мне это тоже интересно, было ли где-нибудь это упомянуть, черное солнце и нас от всех каких-то, я не знаю. Нет, у Достоевского нет, но вообще черное солнце в русской литературе, оно ведь присутствует. Наиболее очевидным образом у Шелухова, да, в Тихом Доне в конце. Я буду видеть у Вячеслава Иванова где-то, я тоже читала отбываю. Да, да, конечно, у Вячеслава они вообще как бы очень много думали об этом символе, вот, и там еще где-то в начале, по-моему, или в середине 19 века была вот эта вот идея того, что вообще-то наше солнце это черное солнце, которое мы видим только благодаря тому, что его лучи, так сказать, сталкиваются с эфиром. Вот, то есть, ну, я не знаю, что они не забыли, но было интересно во всяком случае, что они вели как-то этот в конце самой песни просто они вот стали заговорили о черном солнце, Рогожий и Мишкин. Вот, как-то так у них. Но они просто называли, да, то есть это вот звучит, он никак не объясняет. Мишкин сказал, у них всегда в груди было черное солнце, а Рогожий отвечает, а у тебя какое солнце, каким солнцем ты меня тогда сделал в пользе, и он убегает от него. А это вопрос или риторический вопрос, то есть понятно, что типа это вот, мы сказали, что антихристианская как бы вот эта вот линия, да, то есть понятно, что Рогожий имеет в виду именно вот это? Ну, я не могу точно сказать, понятно, ведь мне кажется, что они все-таки, знаете, что ты, выделаешь, что я, что я, вот, то есть, читала интервью драматурга, он сильно настаивая на этом, что это антихризм, антихризм, какой-то христос, а вот режиссер как бы и нет, и у них как бы и нет, что режиссер, да, и вот, даже мне вот этот хрис, который, вот, я доводила, Александр Демич, он очень такой, скажем, самостоятель, везет на городе, получал там международные кредиты, и поставил такой кредит из этих автоматов, и он весь трещит, трещит, и когда, вот я как-то с ним разговаривала, говорит, ну да, это, это, это сегодняшний день, это такая, ну, я поняла, что вот это половина звезда, вот это, как бы сказать, это полковая, это, механизированное что-то, да, что здесь, само собой почти, да. То, как Лебедев говорит, что это железнодорожная, как бы сказать, сеть железнодорожная железнодорожная сеть, а здесь, не железнодорожная сеть, а сеть, вот этих коммуникаций, в которых науходится современное человечество, как бы, мы не слышим ничего, мы просто шумные коммуникации живем. И вот это, как бы, наша половина, вот этот крест, он не может быть крестом, а вот этим как-то так. В общем, спасибо вам большое, это очень интересно, очень ждем текст. Спасибо. Спасибо. Если нет других вопросов, еще, тогда спасибо, Низа. и идем дальше к следующему докладу. Андрей Станиславович Букин, опыт экранизации романа идет Достоевского от Шарбинина. Давайте я не буду сильно наслаждать и неправильно ставить ударение. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, я озвучу, как называется мой доклад опыт экранизации романа «Идиот» Федора Михайловича Достоевского от Шарбинина и Курасавы до Вайды и Бортко. Тщетные попытки выразить невыразимые или необходимые помощь читателю. Я упоминаю здесь четыре имени режиссеров и собственно как бы из ряда экранизаций, которых я скажу, я взял только их, иначе нам пришлось целый в общем день сидеть и смотреть кино. Хотя в принципе это интересно, можем когда-нибудь посвятить наверное этому тоже. Начнем с цитаты Федора Михайловича Достоевского. Чем познается художественность произведения искусства тем, если мы видим согласие по возможности полное художественной идеи с той формой, в которую она воплощена. Скажем еще яснее, художественность, например, хоть бы в романисте, есть способность до того ясно выразить в лицах и образах романа свою мысль, что читатель прочтя роман совершенно так же понимает мысль писателя, как сам писатель понимал ее, создавая свое произведение. Следственно, попросту, художественность писателя есть способность писать хорошо. Следственно, те, которые ни во что не ставят художественность, допускают, что позволительно писать нехорошо. Эту цитату я перечитываю периодически и, честно сказать, она об очень много говорит. Я надеюсь, что мы как-то от нее оттолкнемся и дальнейшее будем рассматривать именно в этом свете. Достоевский пишет об этом в некоторых статьях, рез статей русской литературы, вопрос об искусстве в 1861 году. Он предполагает определенную связь между автором и читателем и предлагает понимание. Мы предположим такую же связь между автором и зрителем. То есть перефразируем высказывание для кинокартины. Зритель, посмотрев кинокартину, совершенно так же понимает мысль режиссера, как сам режиссер понимал ее, создавая свое произведение. Здесь сразу есть одна лакуна такая, потому что автор, режиссер задумывает свое произведение, делая киноверсию, делая экранизацию романа, он должен хорошо понимать, что подразумевал автор в этом произведении. То есть до нас уже два звена, до зрителя два звена, где может быть потеря смысла, потеря идеи, поэтому мы с вами не очень в хороших условиях. Говоря о киноверсиях, будем употреблять слово кинокартина, какой бы длительности ни была экранизация, будь то работа Петра Чердынина, это первая экранизация 1910 года, продолжительностью 13 минут, или десятисерийный сериал Владимира Бортка длиной в 520 минут. Каждая экранизация это художественное произведение, кинокартина, в которой автор пользуется данными ему художественными средствами для того, чтобы выразить тот образ и те идеи, внутренние смыслы, заложенные автором свою книгу и, как было сказано выше, понятые тем, кто на основе романа пытается донести до нас идеи Достоевского в романе «Идиот». Также будем учитывать, что в каждом времени и в каждой культуре существует свой, свойственное этому пространству и времени киноязык. Поэтому, возможно, первая в истории экранизации эпохи немого кино может казаться смешной, наивной для зрителя 21 века, уже привыкшего к спецэффектам дополненной реальности 4D и 5D и, в общем, Италия-D. В то же время позволю такой пример. В начале 14 века один из величайших художников итальянских в истории Джотто Дибондоне создает в Падуе конечно, не в отяночку шедевр фрески капеллы Скоровения, которые и в эпоху раннего возрождения и сейчас, спустя 700 лет, завораживают своей глубиной, силой, высокими чувствами и символизмом. Некоторые даже смело называют эти фрески, созданные на основе золотой легенды, рождение Богоматери и дальше описывающие библейский цикл от благовещения до вознесения первым кинофильмом. Настолько фрески Джотто напоминают киноленту с кадрами событий, окольцовывающие внутренние стены капеллы Скоровения. То есть, мы даже там внутри капеллы можем вот так вот ходить, спускаясь с одного уровня на другой. Эти фрески никто не обвинит в наивности или отсутствии элементов перспективы или еще каких-либо художественных приемах, ставших общим местом живописти спустя сто лет. Значит, вопрос не в наличии особых средств выражения, а возможно как раз способности художника, в нашем случае режиссера, дотянуться до высоты первоисточника, стать хотя бы ненадолго, на одну ступень рядом с тем произведением, о котором он хочет рассказать будущему зрителю. Есть и другая сторона медали. Возможно, все мы сталкивались с ситуацией, когда мы смотрим какую-либо экранизацию в надежде, что видение, взгляд и подходы режиссера, автора экранизации совпадут с нашим внутренним ощущением, с нашими ожиданиями. То есть, как будто мы просто хотим подтверждения того, как мы поняли и представили себе облик и образ героев. И в большинстве случаев испытываем разочарование именно от разности взглядов, несовпадения точек зрения и так далее. И здесь позволю еще одну цитату. Еще в V веке до нашей эры Сократ говорил о том, что истина никому не принадлежит, и ее нельзя просто переложить из одной головы в другую. Она рождается в каждом человеке, и это процесс максимально индивидуальный. И если перенести его на нашу тему, он означает, что очень многое, если не все, зависит именно от смотрящего, от зрителя, который, обращаясь к художественному произведению, будь то фреска или кинокартина, так же, как в случае с режиссером, может и способен подняться до высоты тех смыслов, которые автор первоисточника нам оставил. у нас с вами примерно 25 экранизаций, широко известных экранизаций романа «Идиот», начиная с постановки в России, СССР, Италии, Германии, Японии, Франции, Бразилии, Польши, Испании, Индии, Югославии. В некоторых странах, особенно в Японии, к экранизации обращались несколько раз. Небольшой анализ некоторых версий начнем с последней версии, одной из последних уже 21 века сериала Владимира Бортко. Русский режиссер, имеющий опыт сложных экранизаций, ставит сериал, а значит, не скован временем с великолепными русскими актерами. Я упоминаю русский, подразумевая, что он хорошо знает язык, что он хорошо понимает Достоевского в этом смысле. Возможности уже в 21 веке для работы с цветом монтажом безграничны. И для многих этот сериал лучшая экранизация и идеальное воплощение на экране романа и его героев. Мышкин исполнение Евгения Миронова, Рогожин Владимир Машков, Иванчина Инна Чурикова, генерал Иволнкин Алексей Петренко, Лебедев Владимир Ильин. В общем, что не имя актера, то звезда. По сравнению с немым фильмом Петра Чердынина, где мы не слышим слов героев и по сути уходит одна из главных составляющих слова, текст, версия Бортко кажется идеальной. При этом выскажу только свое личное мнение, что от сериала иногда остается ощущение, что самые важные сцены романа выглядят тускло, как будто образ Достоевского вдруг теряет внутреннюю силу. Отдельные дивертисменты от великих актеров не спасают, и я, например, испытал разочарование, пересмотрев сериал. Хотя именно эта версия максимально приближена к тому, что описано в романе. По возможности сохранен текст, диалоги героев не слишком редуцированы, и действия происходят в декорациях Петербурга и Павловска 19 века. Хотя очень интересно взять текст, и в некоторых сценах просто смотреть, что выпадает из текста в этой экранизации. Я вот рекомендую какой-нибудь такой маленький опыт произвести, потому что иногда становится ужасным, потому что некоторые важные слова, они просто редуцированы, выкинуты. Что отличает версию Акиры Курасавы 1951 года? Он переносит место действия в современную послевоенную Японию, делая местом действия полуостров Хоккайдо, героям не только изменяет имена, но даже синтезирует в некоторых одного-двух героя Достоевского. У него даже сестер Япончаных две. Но подобно тому, как делали старые художники эпохи Возрождения, подобно фрескам Мазачио в капелле Бранкачи в церкви Санта-Мария дель Кармен или фрескам Герландая в соборе Санта-Мария Новелла в Флоренции. Курасава делает зрителя участником событий. Все, что происходит в романе, происходит здесь и сейчас. Время и место послевоенная Япония и главный герой бывший военнопленный. То есть, это 1951 год. То есть, это ровно то, что видят зрители, это происходит с ними. Зрители не чувствуют пропасти времени и пространства, которые стоят иногда, когда мы смотрим экранизацию событий, произошедших века назад. Несмотря на то, что в японской версии совсем отсутствуют важные части текста, например, рассказы Мышкина о жизни в Швейцарии, у нас нет ощущения потери. У Карасавы великолепно используется звук, музыка. Он удивительно работает с символами. Мы все время находимся в пространстве между холодом и теплом, между снегом и огнем. И в некоторых сценах снежный карнавал, фейерверки. Вот он постоянно работает на вот таком вот контрасте, на соединении вот этих вот несоединяемых стихий. и особенно мы видим это в сцене заперлица. Версия знаменитого польского режиссера Анжева Вайда исключительно оригинальна. Он снимает фильм на японском языке в стиле театра Кабуки, приглашая на роль князя Мышкина и Настасии Филипповны одного актера. В японском театре существует такое анблуа актера Нагата. И вот он приглашает знаменитого актера бандот Томаса Буру Пятого, который должен был сыграть две главные роли князя Мышкина и Настасии Филипповны. У него не было никаких сомнений по поводу роли Настасии Филипповны, но он боялся как пишет бороться за роль Мышкина, потому что давно играл женские роли только. После каждого просмотра уверен, что читатель романа убеждается, что ни одна экранизация не сможет заменить текст автора. И по сути любая экранизация отчаянная попытка выразить то, что невыразимо. Произведем такой мысленный опыт. Представьте себе, что мы для того, чтобы как-то лучше кому-то объяснить, редуцируем и убираем часть Троицы Мазачи или Мертвого Христа Гальбейна. Нам не придет в голову как-то это делать, правильно? Но автору фильма неминуемо приходится заново создавать текст для своей кинокартины. То есть, возможно, ему нужно создать совершенно оригинальное произведение. И все же, вспоминая столь важной работе нашего воображения, можно считать все экранизации прекрасной помощью зрителю. Ибо нам необходимо, если непрочные и красивые мосты к смыслам, то хотя бы тропинки и дорожки, которыми становятся экранизации романа Достоевского. Мы сейчас посмотрим с вами фрагмент. Я надеюсь, что это будет интереснее, чем, может быть, то, что я говорил. Здесь мы увидим сцену соперниц в трех версиях. И в конце увидим как раз фрагменты из фильма Анджиа Вайды. Они коротенькие. Небольшие фрагменты из фильма Анджиа Вайды, чтобы вы просто увидели, какими образами пользуется этот режиссер. У него просто нет сцены соперниц, поэтому это будет нечто другое. Давайте делим так, чтобы еще демонстрация экрана. Палов? А. А. Окей. Отлично. Сейчас. Фим Чардинин не мой. Никак не отвечает. Продолжение следует... А. 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 Е. А. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...